Некоторые природные полимеры, такие как шерсть, шелк, кора, целлюлоза и другие, сыграли важнейшую роль в истории человечества. В XIX веке промышленная революция дала толчок развитию науки и технологии и ускорила поиск новых материалов, необходимых, чтобы заменить дорогие и труднодоступные природные полимеры. Первые искусственные полимеры были получены путем изменения природных материалов. В 1839 году Чарльз Гудир изобрел процесс вулканизации природной резины путем добавления в нее серы и последующего нагрева. В 1862 году Александр Паркис изобрел новый материал, смешав целлюлозу с азотной кислотой. Он назвал этот материал паркизином. В те времена люди массово убивали африканских слонов, чтобы использовать их бивни, что поставило этих животных на грань вымирания. Производители бильярдных шаров предложили премию в 10 тысяч долларов тому, кто придумает замену слоновой кости каким-либо искусственным материалом. В 1868 году Джон Уэсли Хайт синтезировал целлулоид, из которого можно было делать шары для бильярда, заменив им натуральную слоновую кость. Новый материал быстро завоевал популярность, и из него стали делать воротнички и манжеты для рубашек, телефоны, зубные протезы, а также использовать в растущей кинопромышленности. Но у целлулоида был один существенный недостаток. Он легко воспламенялся и хорошо горел. В 1907 году Лео Бейкеланд разработал первый полностью синтетический пластик, названный бейкелитом, который мы используем и сегодня для кухонной утвари и производства изоляторов для электропроводов. Затем в 50-х годах было разработано большинство известных нам сегодня пластмасс. И уже совсем недавно были изобретены материалы с необыкновенными механическими и физическими свойствами, названные технополимерами. Технополимеры способны заменять даже металлы и использоваться в таких областях, о которых и не мечтали химики предыдущих поколений. Например, для производства пуленепробиваемых жилетов и стекол и даже для изготовления деталей космических кораблей.